Привет, друзья! Канал Мечта Путешественника отдыхает и наслаждается великолепными пейзажами в отеле Bodrum Bay Resort. Одна из главных причин, почему люди приезжают отдыхать именно в этот отель, это потрясающий, просто фантастический вид, который отсюда открывается. Можно сказать, вид на миллион долларов. Перед нами, как на ладони, раскинулся своими белыми домиками центр города Bodrum. Открывается шикарный обзор на старинный замок Святого Петра и видно всю бухту Гюмбет с сотнями, а может быть даже и с тысячами всевозможных яхт, лодочек, парусников, кораблей. Если сказать в двух словах, просто сказка. А как красиво здесь ночью, когда яркие разноцветные огни города отражаются в водах Игейского моря. Конечно, ночная съемка не сможет передать все великолепие живых видов. И это, безусловно, нужно увидеть самому. У отеля очень противоречивая репутация. Возможно, в чем-то это оправдано, ну а в чем-то совершенно нет. Если вы консерватор, если вы привыкли к такому спокойному классическому пляжному отдыху, то вам однозначно не сюда. Если вы пожилой человек, у вас больные ноги, или вы хотите отдыхать с маленьким ребенком, с коляской, то этот отель я бы тоже не выбирал. Мы приехали в Бодрумбэй Ресорт за 145 долларов с одного человека на 7 ночей. Понятно, что за эти деньги, наверное, было бы даже приемлемо, если бы нас поселили в палатку, готовили нам на костре один раз в день еду, и мы бы даже кайфанули и сказали, что все хорошо. Но мы все-таки приехали в пятизвездочный отель, и другие туристы, вполне возможно, будут приезжать в этот отель совершенно за другие деньги, например, за 400-500 долларов на человека. Поэтому я постараюсь оценивать отель объективно, с точки зрения того, что он пятизвездочный. Отель располагается на полуострове, и с одной его стороны ярусами спускается прямо к морю. Благодаря такой интересной планировке, где бы вы ни находились в отеле, для вас открывается шикарнейший вид на город, на острова, на яхты, на море. И буквально каждая локация вокруг радует глаз. Отель построен еще в 1987 году, но он совершенно не кажется старым, все выглядит довольно свежо, довольно ново. Явно недавно был сделан, по крайней мере, косметический ремонт. Зайдем внутрь, это, скажем так, обратная сторона лобби-бара. Иностранцы, они предпочитают сидеть вот за такой барной стойкой, они привыкли в пабах. Также стоят мягкие комфортные кресла. Днем это довольно уединенное место, можно посидеть, например, почитать книгу. Обратите внимание на верхушки деревьев, какой ветер. Это, в принципе, одна из характерностей данного отеля. Ветер здесь обычное явление, но об этом я еще расскажу немного подробнее. Если днем, как вы видите, все столики абсолютно свободны, то вечером все эти столики не то, что заняты, а просто забиты. Мало того, их катастрофически не хватает и также не хватает стульев. Дело все в том, что лобби, вот эта площадка, это единственные места, где есть Wi-Fi. Wi-Fi в отеле бесплатный, он даже довольно неплохого качества, но воспользоваться им можно фактически только утром или днем. Потому что вечером в лобби собирается огромное количество людей. Во-первых, потому что есть интернет хоть какой-то. Во-вторых, потому что выпивка вечером есть только в лобби. Расскажу вам немного про ресепшн. На ресепшне работает только одна русскоговорящая девушка. Остальные не понимают, в принципе, даже на английском. Поэтому, если получается так, что эта девушка не на смене, то объясняться приходится фактически на пальцах. Решить какой-то свой вопрос помимо поселения практически невозможно. Девушки мило улыбаются, но все равно все остается там же, где и было. Что касается поселения. Друзья, поселение по международным стандартам происходит с двух часов дня. Меня просто удивляет и поражает, когда приезжают наши люди и начинают с 8 утра нервно биться в конвульсиях, решать, чтобы их поселили. Есть определенные правила. Следуйте правилам и все будет хорошо. Мы приехали в отель во время ужина. Нам сразу же одели ленточки. Говорят, ужин заканчивается, идите покушайте. Мы пошли покушали, отдохнули, выпили пиво, вернулись самые последние на ресепшн. Наши номера уже готовы. Не стали мы дожидаться провожатого. Взяли свои чемоданы, нашли номер, поселились. Все прекрасно. И я просто в шоке, когда слышу разговоры, а мы дали за поселение 50 долларов, а мы дали бутылку водки. Ребята, прекратите это делать. И у вас сразу все наладится. И вы будете комфортно всегда заселяться. Если вы приехали утром, идите искупайтесь в море. Пляжное полотенце в отеле бесплатно. Можно брать сколько угодно. Правда, с 10 часов утра. Выпейте по коктейльчику. Подходите на ресепшн. Иногда раз в 2 часа спрашивайте, есть номера, нет номеров. Возможно, поселят раньше. Если, говорят, с 2 часов, ну, придете в 2 часа после обеда, вас поселят, все будет отлично. Итак, лобби-бар. Стоит кофейный аппарат, чайный аппарат. Можно пить чай, кофе. В одноразовых закрытых стаканчиках на подносах стоит вода. Правда, есть минус, она теплая. В других местах в отеле она стоит в холодильниках, но здесь именно так. Днем в баре никаких очередей. Любые напитки можно взять спокойно. А вот вечером с полдевятого до полодиннадцатого практически все время стоит вот такая очередь. Что с алкоголем? Весь алкоголь в отеле местного производства. Например, пиво EFES. Очень хорошее пиво. Все знают марку EFES. Также джин, ром, виски, раки, водка, вино, бейлис. Понятно, что бейлис тоже не настоящий, просто турецкий аналог. Кто-то писал, что алкоголь разбавлен. Это абсолютно ерунда, потому что просто невозможно его разбавлять. При вас открывают бутылки с акцисками. Каждые две минуты новая бутылка. Разбавлять нет абсолютно никакого смысла. Отношения на барах отличные. Смешают для вас любой алкоголь, какой вы только пожелаете. С чем угодно, с колой, с фантой. Сделают любой коктейль. Здесь же на баре стоит перечень из десяти коктейлей, которые вы можете заказать с громкими названиями. Пинаколада, мохито, секс на пляже. Они вам сделают что угодно, но, откровенно говоря, у них не получается. Поэтому все-таки лучше заказывать чистые напитки. Все довольно-таки приемлемого качества. Итак, начинаем наш спуск на территорию отеля. Это всего лишь первые ступени. Вы увидите потом, почему я говорю первые. Я бы назвал этот отель вообще отель тысячи ступеней. При желании один этот пролет можно спуститься на лифте. Есть отдельный лифт. И мы попадаем в спа-центр. В спа-центре есть финская сауна и есть хамам. Также есть спортзал, но сейчас в связи с карантином он не работает. Я очень люблю хамам, но хотелось бы, чтобы он был расположен поближе к пляжу. А он в этом отеле расположен на невероятном расстоянии. Вот мы подошли к финской сауне. В окно очень ярко светит солнце, поэтому не видно, но вы можете сидеть в этой сауне и наслаждаться видом на бухту Гюмбе. Также в спа за дополнительную плату предлагают пилинг, массаж, пенный массаж. Кстати, цены на спа-процедуры в этом отеле довольно демократичные. Мы были в других отелях, там раза в полтора дороже. Вот такой хамамчик. Но суть в том, что камень холодный, вода холодная. Они, конечно, говорят, что если мы захотим, они нам его погреют. Но все-таки хотелось бы, чтобы оно было в рабочем состоянии постоянно. Сауна и хамам? Сауна и третий хамам бесплатный. В ходе массажа... Записываться нужно, да? Да, заранее нужно записываться. Отлично. В ходе массажа, это уже платный. Да. Цены идут от 20 долларов. От 20 долларов. Да. Это полчаса? В 20 долларов это полчаса, а 50 минут стоит 30 долларов. 30? Да. Отлично. И тоже записывается. Да, работают. А какой-то еще другой ресторан а-ля-карт есть? Нет, не работает пока. А это пенный массаж, да? 20 долларов, 30 минут? Смотрите, туда включен, если вы 20 долларов платите, то полчаса нормального массажа и туда еще плюс включен пенный массаж отдельный. За 20 долларов? Да. Пенный массаж входит в хамам. Угу. В хамам и делают. Понятно. Спасибо. Отличный парень Расул. Он всегда находится на территории отеля или на пляже, или возле спа. Он говорит как на русском, так и на турецком языках. Поэтому всегда может вам что-то подсказать по отелю, перевести, если вы хотите поговорить, например, с аниматорами, потому что аниматоры практически все не говорят, даже на английском, не то, что на русском. У аниматоров, например, можно купить экскурсию на яхте за 20 долларов, тогда как у гида эта же экскурсия стоит 40. Мы сейчас на пятом этаже и будем спускаться на лифте на первый этаж. Но не стоит радоваться, первый этаж оказывается далеко не первым. Слава богу, что лифты работают отлично и с ними проблем, по крайней мере, у нас никогда нет. Если вы живете в основном корпусе, то на лифте вы можете приехать к своему номеру на свой этаж. Эти номера считаются лучше, вроде бы они больше. Сделан там более качественный ремонт, чем бунгало. Мы живем в бунгало, я вам обязательно покажу свой номер. В принципе, каких-то особых нареканий к номеру у меня нет. Выходим на улицу и прямо из нашего отеля видим одну из главных достопримечательностей этого региона. Можно сказать, символ Бодрума ветряные мельницы. И все бы было чудесно и замечательно, но древние турки были не дураки и они бы не построили ветряные мельницы в месте, где нет ветра. Поэтому будьте готовы, ветер в вашем отдыхе будет обязательно. И теперь визитная карточка этого отеля лестница. Я не считал количество ступеней, но поверьте, их здесь очень много. Вы бы слышали эпитеты, которые используют люди, не ожидавшие здесь такое увидеть. Сейчас покажу вам план схему отеля. Она действительно работает, полезная штука. Когда мы приехали, то мы реально по ней разбирались, где наш номер, на каком ярусе. Также показано, где ресторан, где пляж. Короче, очень удобно. Фуникулер в отеле исполняет исключительно декоративную функцию, такой вид развлечения. Его ни в коем случае нельзя рассматривать как средство передвижения. Хотя бы потому, что он едет только половину пролетов. И если вы едете на пляж, то все равно половину пути вам придется идти пешком. Мы с вами из лобби спустились на лифте. Сейчас мы находимся здесь. И по этой лестнице можно дальше пройти на пляж. Наш номер находится посередине на третьем ярусе. По всему отелю стоят указатели. Поначалу они реально тоже очень помогают. Вот номера, которые находятся в основном корпусе. У каждого номера свой балкончик. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Где-то можно посидеть. Где-то просто посушить вещи. Сейчас мы с вами спустимся вниз пешочком. А потом вверх поднимемся на фуникулёре. Отели реально не для слабаков. Так или иначе, будьте готовы, что вам придется раз 10 в день спуститься и подняться по этой лестнице. Не знаю, как других. Лично меня это ни капельки не напрягало. По крайней мере, при спуске получаешь просто эстетическое удовольствие. Наслаждаешься видами. Очень интересно, что все бунгало, они как бы стоят в один ряд, но подход к ним и заход в сам номер у каждого ряда сделан как-то по-особенному. Вот здесь все ровно. Следующий ряд домики стоят под углом. Здесь большие балкончики, на которых можно сидеть. В следующем ряду это сделано как-то по-другому. Создается впечатление, что ты находишься в маленьком старинном греческом провинциальном городишке и ходишь по его тихим, уютным, тенистым улочкам. Отель Bodrum Bay Resort довольно необычный. И вообще, весь курорт Bodrum, он довольно специфический и необычный. Он не похож, например, на Аланию или Кемер. Если вы хотите приехать сюда именно для пляжного отдыха, чтобы покупаться, понежиться в море, полежать на пляже, то это стоит делать исключительно летом или в сентябре месяце. До июня месяца здесь однозначно будет прохладно, будет дуть холодный ветер. И с собой обязательно нужно взять не то, что кофту или толстовку, а даже куртку. Но за небольшие деньги, исключительно для релакса, чтобы понаслаждаться видами, походить по этим улочкам, подышать морским воздухом, я бы сюда приехал и в апреле, и в мае, и в ноябре. Вообще, в Турции какая-то уникальная ситуация. Когда бы вы не приехали, хоть в мае, хоть в октябре, вокруг вас цветущие деревья и деревья уже со зрелыми плодами. Согласитесь, очень приятно гулять, когда вокруг вас буйство красок, все цветет, благоухает, перемешивается запах цветов, сосен и морского бриза. Видите, на этом ярусе сделаны не балкончики, а верандочки. Возле каждого номера цветут цветы. И мы, кстати, пришли к нашему номеру. И сейчас я вам его покажу. Если вам мало ступеней, то вот еще ступени, чтобы подняться в номер. Крылечко номера. Вот такой вид открывается. Хотел подождать пока уберут в номере, чтобы показать вам все красиво, но покажу так, как есть. Четвертый день у нас в номере не убирали ни разу. Скажем так, номер самое слабое звено отеля. Ремонтик. Все, в принципе, очень неплохо сделано. Новые какие-то люстрочки. Такой новый шкафчик. Побелено, все покрашено. Но есть в номерах огромное число минусов. Как у нас в номере, так и в номерах других людей. К этому нужно быть готовым. Например, мы поселились сразу же вечером хотели открыть номер. Он не открывался. Пришлось идти на ресепшн, прислали с нами мальчика, другим ключом открыли, дали нам другой номер. Просто не стоит к этому относиться с какой-то агрессией. Нужно понимать, что так будет. Например, есть окно для проветривания. У нас оно работает, вот так открывается и можно проветрить. Есть сетка москитная. У другой нашей компании окно не открывается на проветривание, полностью открывается, нет сетки и они живут на первом этаже. Поэтому проветрить невозможно. Например, кондиционер. Он работает, но нету вот этой лопасти и ветер дует просто вот на постель. Как бы и все. И очень холодно. Если включать кондиционер, но мы не включаем, температура комфортная. В номере ночью прекрасно спать. Так, по душу в бачке не сливалась вода, пришлось открыть бачок и поправлять иногда штучку, чтобы она сливалась. Но ремонтик обновлен явно в этом году. Когда мы заехали, было три шампуня, три мыла, все было. Есть фен, работает очень-очень слабенько. Душ. Но опять же, вы понимаете, полотенце нам не меняли за четыре дня ни разу. Вот это полотенце мокрое, как лежало, так лежит. Поэтому есть небольшая проблема в этом, безусловно. Телевизор мы даже не включали, честно говоря, не знаю. Давайте попробуем включить. В общем, телевизор не включается. Телевизор не включается. Вот дают в пластиковых стаканчиках воду. Целая мусорка пластиковых стаканчиков. Также вот дали памятку о том, что и когда здесь есть завтрак с 7 до 10. О, включился телевизор. То есть он работает. какие-то каналы есть, явно будут и русскоязычные. Так что все нормально. Есть спорт, музыка, все. В принципе работает. Телевизор все, выключаем. Есть мультики. Лобби-бар, снэк-бар, снэк-бар работает. Пул-бар, бич-бар все работает. Все работает. Но интерес в чем? что все написано исключительно на английском языке. Только на английском языке. Это говорит о том, что отель не особо рассчитан на русскоговорящих людей. Итак, вот такой вид из нашего номера. Из нашего балкона. Такой французский балкончик. Такой вид. еще один вид на миллион. Продолжаем спускаться к пляжу. Уверен, что большинство людей, которые отдыхают в этом отеле, ни разу не ходили по этим лесенкам. Они всегда поднимались и спускались только по центральной лестнице. Весь отель, скажем так, разделен на две зоны. Одна зона там, где лобби-бар, там же есть и дискотека. Правда, дискотеку сейчас не проводят, мотивируя это тем, что действуют карантинные ограничения. А вторая зона, это там, где мы находимся, скажем так, жилая зона. И идея была такова, что в этой зоне всегда тихо и спокойно, релакс, никакой вечером шумной музыки, чтобы человек мог расслабиться, лечь поспать. Но, к сожалению, эта идея не сработала из-за отеля, который находится рядом. Видите, какие цветочки красивые, ягодки. Так вот, для соседнего отеля не действуют никакие карантинные ограничения. Музыка играет до пол первого ночи, причем очень сильно, и у нас ее слышно очень и очень хорошо. Кстати, вид из 90% номеров где бы они ни находились, в основном корпусе или в бунгало, выходит на море. Расскажу немного о питании. Вообще-то об этом будет большое отдельное видео, его обязательно стоит посмотреть, нажимайте на конечную заставку и смотрите. Но, если сказать вкратце, то питание иногда на троечку с плюсом, иногда на четверочку. Когда мы приехали в отель, отель был заполнен приблизительно процентов на 60%. На мой взгляд, конечно, очень тяжело определить, насколько он заполнен. Никаких очередей не было ни в ресторане, ни в барах. Немножко позже отель заполнился процентов на 90% и сразу же появились очереди. Хорошо хотя бы, что еда не заканчивается. То есть, очередь есть, но еду подносят и подносят. Вот мы подошли к пляжу, но спускаться к нему не будем, потому что это тоже отдельная огромная тема, которая достойна внимания и, безусловно, будет отдельное видео про пляж. Есть пулбар, он работает с 10 утра до 5 вечера, но подробно о нем в нашем пляжном видео. Здесь же на первом ярусе находится офис аниматоров, проводят дартс, водное поло, включают музыку, здесь вот стоит колонка, играет днем веселая музыка, очень классная подборка, также есть волейбольная площадка, проводится волейбол, в принципе на этом работа аниматоров, насколько я понимаю, заканчивается. Вода в бассейне очень чистая, некоторые люди предпочитают весь день лежать возле бассейна, купаться в бассейне и не купаться в море, не лежать на пляже. Как я уже говорил, практически из любой точки отеля, хоть с верхних ярусов, хоть с нижних ярусов, открывается просто великолепный завораживающий вид, от которого невозможно оторвать взгляд. Теперь поднимемся наверх и прокатимся на фуникулере. Вот эту часть ступеней до фуникулера пролета 3-4 в любом случае придется идти пешком, потому что здесь нет абсолютно никакого поднимающего средства. Справа вы видите будочку с полотенцами, лежат стопки полотенец, можно их брать в любом количестве, менять на сухие сколько угодно раз в день, в общем, все для комфорта и удобства отдыхающих. в течение дня на этой лестнице практически не бывает тени, разве что с утра от вот этого дерева, поэтому мы обычно поднимаемся и спускаемся по укромным тропинкам, которые я вам показывал. Итак, дошли мы до фуникулера, здесь же есть магазин и отсюда же можно подняться в основной ресторан. В магазине помимо чипсов, мороженого, пива и кока-колы продают множество полезных мелочей, например, если вы забыли шлепки или панамку, здесь это можно купить, также можно купить сувениры. Подошли мы к фуникулеру, нажимаем на кнопочку и ждем. Вообще-то она работает, но светится синим светом и днем этот свет не видно. двойная система безопасности. Сначала закрывается одна дверь, потом нажимаем какой нам нужен этаж и закрывается вторая дверь лифта. Вообще-то этажей всего три, нижний ресторан и верхний этаж. Да, кстати, забыл сказать, чтобы сесть в фуникулер я его прождал 7 минут. То есть вы понимаете, что использовать его как лифт постоянно. Просто нецелесообразно половина дня уйдет на то, чтобы ждать его. Вот кто-то вызвал лифт возле ресторана и поэтому мы остановились. Но по незнанию они не открыли внешнюю дверь и фуникулер поехал дальше. Я провел небольшой социологический опрос. Примерно у 20 человек я спросил как вам отдыхалось в этом отеле. Оцените пожалуйста свой отдых по 10-балльной системе. Правда все мои респонденты были от 18 до 35 лет. Так вот общий результат получился 9,5. Не хочу никому ничего навязывать, но ответ был примерно такой вау отель просто бомба. Не могу не рассказать также ситуацию. Две абсолютно разных семьи сказали что у них в номере пропали деньги. У одних 50 долларов у других 200. Я не знаю правду ли они говорили или нет, но я слышал что в отеле катастрофически не хватает персонала, особенно персонала который убирает в комнатах. Возможно они берут этих людей просто с улицы и всякое может быть. Поэтому если у вас есть какие-то деньги если вы уходите надолго из номера лучше забирайте их с собой или прячьте поглубже куда-то вещи чтобы их было не так легко найти. Если вы спросите меня понравился ли мне отдых в этом отеле конечно очень понравился безусловно есть минусы причем эти минусы иногда не очень даже маленькие но плюсы гораздо больше и лично я с удовольствием бы вернулся сюда снова но все таки моя оценка этому отелю 8.5 друзья не забывайте подписываться на наш канал мечта путешественника нажимайте на конечную заставку и смотрите следующее видео всем хорошего отдыха пока пока